Стены декорированы ярким орнаментом, живые цветы и даже оформление живым мхом. Сразу и не скажешь, что это офис. Создатели каворкинг-центра постарались сделать так, чтобы работать в этом помещении было удобно всем. По стандартам Московской области мы оборудовали санузлы местами для людей с ограниченными возможностями. Также у нас оборудован на входе пандус, вы видели. И все необходимое для людей, кто не может передвигаться, как обычные люди, на колясках, все здесь у нас в офисе предусмотрен. Высокоскоростной интернет и многофункциональная офисная техника позволят и почту получить, и распечатать необходимые документы или фото. Буквально сколько у нас ушло? 30 секунд. Несмотря на то, что здесь всего 10 отдельных рабочих мест, помещение многофункционально. Здесь также можно проводить совещания, презентации и небольшие конференции. Площади у нас немного. У нас один из самых маленьких каворкингов. Он меньше 180 метров в общей сложности. Поэтому мы сделали такую переговорную трансформер. То есть из двух переговорных ее можно превратить в один конференц-зал для проведения уже больших презентаций. Давайте я вам покажу, как это работает. Предусмотрены в центре и места для отдыха, а также все необходимое, чтобы приготовить чай и кофе. Есть здесь и большая кухня, оснащенная по самым современным стандартам. Холодильник, микроволновка, плита, мойка с измельчителем пищевых отходов. Кроме того, здесь можно совмещать приятное с полезным. Например, провести переговоры или устроить презентацию для коллег. Министерство инвестиций и инноваций Московской области выпустили общие, довольно строгие стандарты, которым должно соответствовать офисное помещение. С другой стороны, именно благодаря помощи областного правительства и появился этот каворкинг-центр. Мы узнали о том, что Министерство инвестиций и инноваций проводит конкурс, приняли в нем участие. Немножко отредактировали наш проект под требования, под те стандарты, которые установлены в Московской области. И к нашей радости мы победили в этом конкурсе и получили право на получение субсидии по итогам инвестиций в каворкинг-центр. В общей сложности мы потратили порядка 3,5 миллионов рублей на то, чтобы сделать ремонт, закупить необходимую мебель и оборудование. А 3 миллиона нам возместила Московская область. Изначально создатели каворкинга ориентировались в том числе на предпринимателей в сфере культуры, а потому офис имеет свои особенности. Студия – это неотъемлемая часть каворкинга. Любой, кто хочет реализоваться, снять, допустим, какой-то видеоматериал записать, как видеоблогинг, или это, допустим, молодой коллектив музыкальный, который хочет сделать профессиональную запись живого своего выступления, эта студия как раз для них. Этот центр станет подмогой тем, у кого нет финансовой возможности арендовать офисное помещение. Каворкинг – это трамплин для начинающих предпринимателей, для стартаперов, для самозанятых. Это первый этап, который позволит им в дальнейшем создать что-то более серьезное. Подобные каворкинги – это не классический каворкинг, скажем так, это профнаправленный каворкинг. И это основное отличие от того, что было создано ранее. Поэтому я думаю, что эта тема, она, в общем-то, имеет место быть и будет развиваться и в дальнейшем. В России первый подобный офис открылся в Екатеринбурге в 2008 году. В настоящее время в Подмосковье работает более 40 каворкингов. Теперь и в Видном. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.